так хотел начать сатурна но думаю что там пока он будет выбираться из посадки за горизонта снимем лунным 21.18 по Киеву в Харькове и сегодня у нас 29 июля мамуля с юбилеем так слетаем на луну не смог я тебя заставить лишь спать после смены перед сменой при таком пусть даже частично ясно в небе ветерочек да в комментариях у меня спрашивали почему я не включаю функцию подавления вибрации ребята я в своем там жутко техническом навороченном средстве под названием фотоаппарат надежду разобраться потерял инструкция 154 страниц или 145 не дают мне никаких шансов разобраться с ними найти для этого время без шуток у меня смены по 15 часов мне честно говоря поспать охота гораздо больше чем читать инструкцию ну то есть интерес поснимать луну сонливость еще пересиливают а вот в буквы ковырятся уже никак а вообще в окуляр супер смотрится да еще вопрос задавали почему я в 4к не снимаю во первых я не знаю где оно во вторых вполне возможно что тыкая по всем этим кнопочкам значочком и так далее я уже снимал и в 4к по крайней мере у меня встречались файлы длительностью в пару минут и весом в 4 с лишним гига в 5 в 8 в 7 гиг по моему даже обрывалась видеозапись потому как карта памяти я тут купил на 256 гигабайт но по моему большими кусками не записывать так поехали полетаем теперь куда мы полетаем давай начнем с юпитера сатурна может на заладится уже очень далеко а юпитер 620 миллионов километров рукой подать подайте кто сколько может так затаю дыхание сейчас я резкостью все вот они спутнички это но то ли я фонарь снимаю то ли что вот они спутники все видно юпитера поздно старым проверенным способом углубления ног треноги в грунт наверно так все я ушел это все колышется ветром и моим неровным дыханием так у нас справа был калиста а слева от юпитера первый спутник это европа потом его и замыкающий ганимет а шо я это в глазок все вижу в окуляр а вам не видно да на экране странно почему такая разница на в окуляре так четко все видно настолько хуже как вы говорите вот над горизонтом наш юпитер над горизонтом наш юпитер да надо на Давай Сатурн найдем. Где он? Вон он. Его может просто из-за веток еще не видно бы. Он как раз над посадкой поднимается. Посадка вокруг Солоконского депо. Не убегай. Сатурна. Сатурна 1 миллиард 300. 46 уже, по-моему, миллионов. Да что ж ты никак. В переборах. Терпение, терпение. Спокойствие, только спокойствие. Ты посмотри, как назад пружинит прямо. Ты его туда вон обратно. Дорога малая. Сейчас попробую. Сатурн. Выходи. Все, ждем пока он сам залезет. Поставил его как раз на диагональ экрана. Ну смотри, какая красота. Вообще под 45 градусов стоит. Только-только из-за горизонта вылез. На вертикальный взлет идет. Ну вижу я кольца. Вижу я желток. И белок. Лады. Возвращаемся к Луне. И пойдем спадки. Видишь какая облачность вообще. Какие-то перевые. Туманные. Не знаю, пелестые как они, не знаю. В общем. Не фонтан. Сейчас. Найдем резкость. Где-то должна быть. Ну. При такой облачной стороне, наверное, это там. Да. Не, в окуляр очень хорошо видно. Надо найти где-то. Неужели нету функции, которая напрямую передает изображение с окуляра на карту памяти. Вообще супер. Четко только черчено кратером. Вот. Так. Будем смещаться. Тень. Тень от облаков на Луне. Да, не плохо. А, вон эти три рядом кратера, как кошачьи лапки. Подушечки. Внизу. Уже два только вида. Уходят вниз, вправо. Попробую еще резкостью поиграться. Не судите меня строго. Все время же хочется лучшего. Все генитов я разглядеть не надеюсь. Для каких-то подробностей. Машкара. Тоже на Луне. Очень, конечно. Владушки. На этом заканчиваем. Мамуля еще раз с юбилеем. 29 июля 2020 год. Харьков. 21-31 по Киеву. ГРУ. 22 до 30 лет. 20-31 по Киеву. Макерпиньс.